Сегодня 18 марта и это важный день для всех россиян, когда мы выбираем президента страны на 6 лет. Первый избирательный участок, который мы посетили, расположен в здании БИТИ. И в 10 часов утра здесь было многолюдно. Именно на этом участке голосовал глава района Александр Соловьев. После того, как глава опустил бюллетень в урну, он поздравил балаковцев с этим знаменательным днём. Голосование идёт активно. Во-первых, я всех балаковцев и жителей города Балакова поздравляю с серьёзным событием, выборами президента Российской Федерации. Выборы идут хорошо, несмотря на погодные условия. Активность идёт с первых же минут открытия всех участков. Желаю, чтобы все приняли самое активное участие в выборах президента. Восемь кандидатов в президенты. Все совершенно разные со своими убеждениями. И россиянам есть из кого выбирать. Наверное, поэтому настроения в массах довольно напряжённые. Никаких волнений нет. Вопросы, которые вы задаёте, они, мне кажется, исходят в большей степени от личного вашего волнения. Мне кажется, все жители идут сюда для того, чтобы подтвердить будущее страны, проголосовать за будущее страны, с тем, чтобы им в последующем было устойчиво, уверенно жить в нашей стране. В этот день на Балаковских избирательных участках проходило голосование из-за благоустройства территорий. И поскольку данный участок расположен в жилгородке, то вполне логично, что в ходе голосования здесь отдавалось предпочтение детскому парку и набережной судоходного канала. Мы проголосовали за детский парк возле Октября. И, значит, по набережной Титово. Ну, потому что мы здесь постоянно работаем, живём, работаем рядышком. Всю жизнь, как говорится, в Балакове разделить здесь. И нам эти районы очень нравятся. Выборы президента продлятся до 20 часов, и вы ещё успеете отдать голос за своего кандидата. Продолжение следует...